Тема второй лекции по курсу методика преподавания истории. Развитие педагогической мысли в Казахстане. План лекции. Какие вопросы мы должны рассмотреть? Первый вопрос. Развитие педагогической мысли в Казахстане. Второй вопрос. Появление педагогической науки в Казахстане. Цель данной лекции рассмотреть развитие педагогической мысли на казахской земле или на территории Казахстана, начиная с 7 века. И заканчиваем мы рассмотрение данной темы современным состоянием педагогики в Казахстане. Первый вопрос. Развитие педагогической мысли в Казахстане. Развитие педагогической мысли на казахской земле началось с 7 века. Вопросы, касающиеся педагогики, были обнаружены в оконами сельских памятников, в трудах Иолы-Тюги. Нашли свое развитие в трудах таких мыслителей, как Хоп-Тата, Аль-Параби, Жасупа-Ласагуни, Махмуд-Кашгари, Ахмед-Жуи-Мики, Ходжа-Ахмед-Ласуи, Саипа, Сараи. В 11 веке на территории Казахстана появились такие выдающиеся памятники культуры, как дидактическая поэма «Податку-Длик» Жасупа-Баласагуни, «Диван-Лугатор-Тюрк» «Словарь для тюрков Махмуда-Кашгари», «Хикбатуль-Хикайк» «Подарок истин» Ахмеда-Жуи-Мики, вышедшая в 12 веке, который содержит немало интересных сведений культурно-исторического и педагогического характера. В поэме «Баласагуни» немало места занимает проблемы получения знаний о его роли в жизни человека, в его счастье. Почти все главы «Кудаку-Библи» пронизаны призывом «Овладевайте знаниями». Но поэт считал, что образование – это привилегия богатых, а простой народ вообще не склонен к приобретению знаний. Ахмед-Жуи-Мики же, наоборот, считает, что знания, в первую очередь, нужны неимущим. В фольклорных материалах словаря, пословицах, поговорках, легендах, преданиях немало ценных этико-педагогических и морально-психологических идей. Пуджа Ахмед Ясауи, основоположный в суфизме в средневековом Казахстане, внес большой вклад в вопросы воспитания и обучения. Он в своем религиозно-философском трактате «Девяный хикмет» книга о мудрости излагает основные нормы этической жизни человека. Великого ученого, мыслителя и энциклопедиста Абу-Насра Аль-Фараби, родившегося на территории нынешнего Атрара, называют вторым учителем. Первым считается Аристотель. И это соответствует действительности, так как в своих научно-философских трудах решает ряд актуальных проблем дидактики. В педагогическом наследии Аль-Фараби представлены вопросы разработки, создания средств обучения, образования. В этом направлении он достиг выдающихся успехов. Арабский историк Ибн Халикан в своем биографическом своде «Даты кончины знаменитых людей» и «Сведения о сынах времени» сообщал. Аль-Фараби превзошел всех в исламе своими истинными познаниями в логике. Он объяснил ее темные места, раскрывал ее тайны, упрощал ее понимание и представлял все необходимое для ее совершенства в книгах замечательной четкости стиля, искусности объяснения, замечая в них то, что упустил в них Аль-Кинди и другие, в мастерстве анализа и математических процессов. Перу Аль-Фараби принадлежат множество учебников, методических разработок, учебно-методических трудов. Методические работы Аль-Фараби представлены небольшими трактатами и путеводителями, где дается последовательный ход, порядок изучения некоторых проблем и даются дидактические указания. Зачастую в устном преподавании Аль-Фараби использовал методы евристической беседы, диалог и проблемного обучения, основанного на решении спорной проблемы. В XIII-XVII веках в Казахстане нет еще сложившейся системы научных знаний в области педагогики и психологии. С середины XV века на территории нынешнего Казахстана стали возникать ранее феодальные государственные объединения. Именно с этого времени начинается развитие собственной казахской культуры и образования. Проблемы этнопедагогики и этнопсихологии нашли широкое отражение в произведениях Чуханова-Леханова, Ибраил Кенсарина, Абая. Просмотрим взгляды некоторых из них. Ибраил Кенсарин был идейным выразителем нового прогрессивного течения, которое было направлено против отсталости и консерватизма. В условиях Казахстана Ибраил Кенсарин стал первым влашетаем педагогических идей Ушинского. Педагог-энтузиаст Ибраил Кенсарин в своей практической деятельности читал широкой пропаганды идеи просвещения, культуры, прогресса, пытался приобщить казахский народ к культуре и науке русского народа. Он страстно желал видеть казахский народ в ряду цивилизованных народов. По мнению Ибраил Кенсарина, для достижения этой цели прежде всего необходима коренная перестройка всего уклада патриархально-родового строя. Образование он рассматривал как средство, как оружие, которое необходимо молодежи в активной борьбе за преобразование социальной среды. Образовательные задачи Алтон Сарин связывает с потребностью жизни, с потребностью народных масс. Он считал, что школа должна давать реальные знания, которые бы обеспечивали достижение цели умственного развития и нравственного совершенства личности. Он считал, что задача школы многогранна, что порой в его указаниях к учителям спираются обычные границы школьно-учебного процесса и внеклассной работы. Алтон Сарин писал, для народных школ учителя составляют все, с ними не могут сравниться ни благороднейшие распоряжения, ни тщательный инспекторский надзор. Знания и навыки в школе, в которой давались, Алтон Сарин расценит не с точки зрения формального образования, а с учетом их реальной пользы для народа в переходный период его жизни. И с этой целью он делает отбор необходимых для школы учебных предметов и подвергает свой отбор педагогическому анализу, то есть как учить и для чего учить. Педагогические взгляды Абая формировались в условиях феодально-родового строя, но, несмотря на это, по многим проблемам его взгляды совпадают с взглядами современных педагогов по важным аспектам педагогической теории и практике. Абай первым среди казахских просветителей, ученых и педагогов понимал и требовал учитывать возрастные и психологические особенности детей в процессе воспитания. Но не будучи педагогом-учеными, педагогом-практиком в прямом и профессиональном смысле слова, Абай на основе своих наблюдений, опираясь на прогрессивные тенденции в развитии современной и предшествующей ему педагогической мысли, сумел сформироваться как педагог-наставник, имеющий свои взгляды на теории и практику воспитания и обучение молодого поколения. Абай всегда стремился к свету, к знаниям и призывал к этому своих, особенно молодежь. Он писал, лишь знанием жив человек, лишь знанием движется век, лишь знание — светочь сердец. Он призывает избрать в жизни пять добродетелей — разум, доброта, упорство, скромность и труд. Пускай ученым не стал, пусть выпал жребий иной, но в жажде знания залог твоей дороги прямой. Не говори, не смогу, стремись к познаниям душой. Абай ставит знания превыше всего, превыше богатства, славы и почеты. Он не только учит молодежь, призывает их к овладению науками, но и указывает пути и способы достижения знаний. Великий мыслитель так определил дидактические принципы. Первое. Обучение от простого к сложному. Второе. Обучение должно вестись с учетом того, что близко детскому восприятию, то есть учет возрастных особенностей детей. Третье. Человек может успешно овладеть наукой только тогда, когда он сам стремится к нему. И если его толкает на это разум, сознание необходимости и нужности знаний. Четвертый принцип. Требуется наглядность в обучении. Человек познает мир, наблюдая глазами, слушая ушами, прикасаясь к предмету руками, вдыхая запах носом, определяя вкус языком. Пятый принцип. Нужно учитывать возрастные особенности детей в обучении. И обучение должно вестись на родном языке. Второй вопрос. Появление педагогической науки в Казахстане. Системное исследование педагогики как отдельной научной отрасли началось в 20-е годы и продолжилось до 90-х годов 20-го века. Развитие общественных наук, в том числе педагогики и психологии, рассматриваем три этапа. Первое. Появление педагогической науки. Это 20-е, 30-е годы 20-го века. Начало нового развития педагогической мысли после времен застоя. Мы берем 70-е годы и 90-е годы. И третье. Развитие педагогики как науки на пути демократизма с 91-го года по настоящее время. Первые годы восстановления советской власти в Казахстане была дана возможность развитию национальной культуры. В 20-е годы существовало несколько видов школ. Первая ступень школ это были 4-годичные курсы. Существовали школы коммуны с интернатами и 7-летняя школа второй ступени. Для определения программ казахских и уйгурских школ при народных образовательных комиссариатах создаются учебные методические советы. Один из этих советов возглавил известный ученый Жолдебаев. Членами этого совета были известные ученые и писатели Сакен Сифулин, Тарауэзе, Бенбет Малин, Дайберген Жубанов, Кузабакиев, Садыков, Сарабаев, Айсарин и другие. Остановимся на педагогическом наследии некоторых из них. Среди первых казахских писателей, обративших внимание на проблемы образования, был известный советский писатель Мухтар Ауэзев, которого по праву называют ученым-педагогом. Его литературная и педагогическая деятельность проходила под влиянием Куфанова-Лиханова, Играя-Кунсарина, Абая. Так Ауэзевам был написан примерный вариант хрестоматии для пособия по преподаванию русского языка в начальных классах казахской школы. Учебник был издан под названием «Новый аул». В 1930 году Ауэзев издает в Казларде книгу «Подросток», которая была составлена в соответствии с учебной программой начальных классов как учебное пособие для молодежных школ. Ауэзев как ученый-педагог придавал большое значение воспитанию молодого поколения. В педагогических работах Ауэзева разработаны основы методики самостоятельной работы учащихся и самообразования. Он считает, что учитель должен научить ребят самостоятельно приобретать знания, работать с книгой, газетой, устно или письменно излагать свои мысли, делать правильные выводы и обобщения. Для этого нужно применять такие методы обучения, которые бы давали навыки самостоятельно приобретать знания, самостоятельно мыслить. Ученый-педагог убежден, что домашние задания имеют большое значение. Если их правильно организовать, они приучат самостоятельной работе, помогут овладеть знаниями, навыками. В 20-е годы 20-го века начинают издаваться педагогические журналы, и один из них называется «Новая школа». На страницах этого журнала публиковались научно-методические статьи, в которых освещались педагогические и психологические проблемы. Были подготовлены программы, учебники для казахских и уйбурских школ. Перед наркомпросом Казахстана стала проблема подготовки педагогических кадров. Открывались десятки педагогических техникам, и было открыто первое высшее учебное заведение в 1928 году, Казахский государственный педагогический институт имени Абая. В эти же годы появляются труды известных педагогов, предназначенных для средне-специального и высшего образования. Это педагогика Аймаутова, изданная в 1926 году, педагогика Макжана Жумабаева в 1922 году, дошкольное воспитание Кульжанова. В 40-е годы на казахском языке издаются несколько научно-педагогических трудов. Это труд Кужахметова «Педагогические проблемы. Год издания 1940-й». «Воспитание школьников в сознательном поведении. Тоже 1940-й год издания». «Мухаммеджанов. Ученический коллектив. И о коллективном воспитании». Работы Альжанова «Педагогические мировоззрения Абая», изданные в 1934 году. И «Основы эстетического воспитания», изданные в 1937 году. В 1950-70-е годы педагогической науки Казахстана назревает новый подъем развития. В эти годы появляются труды известных ученых, как Лембер, Цедыков, Тажибаев, Синбаев, Биржанов, Кирабаев, Габдулин, Муканов, Уманов, Хмель, Жарпаев, Мадин, Нанбаева, Сабиров и Бридлин. Во второй половине XX века перед миром стала насущная проблема реформирования образовательной системы. По данным ЮНЕСКО, в мире происходит переоценка ценностей, и в процессе которой перед обществом стала насущная проблема воспитания человека культуры с планетарным мышлением, которое может изменить себя, окружающая действительность, может участвовать в социальном прогрессе. Ну и основная нагрузка ложится, конечно, на систему образования. И главное действующее лицо в этой системе – это учитель, который должен обладать высокой степенью компетентности и профессионализма. Проводившиеся в течение последнего десятилетия реформы системы образования в Республике Казахстан направлены на интеграцию мировое образовательное пространство и приближение к международным образовательным стандартам. С этой целью внедряются новые образовательные технологии. Большое внимание уделяется обновлению учебно-методических комплексов по всем дисциплинам учебного цикла. И особое внимание стало уделяться гуманитарному образованию. Со последние годы существенно изменились требования, которые предъявляются общественным специалистам с высшим педагогическим образованием. Пришло понимание, что учитель новой формации – это духовно-нравственная, гражданско-активная, активно-созидательная, экологически образованная и творческая личность, обладающая способностью к рефлексии, стремлением к саморазвитию и самореализации, характеризуемая высоким уровнем сформированности методологической, исследовательской, дидактико-методической, социально-личностной, коммуникативной, информационной и других видов компетентности. В современной системе, обновленной системе образования в Республике Казахстан особое внимание уделяется формированию непрерывного образования, предъявляются высокие стандарты компетентности, профессионализму учителя-педагога. В конце лекции обращаем ваше внимание на вопросы для закрепления и повторения темы. Первый вопрос. Определить этапы развития педагогической мысли в Казахстане. Второй вопрос. Охарактеризуйте труды известных мыслителей, ученых в Средневековье, имеющих отношение к вопросам образования и педагогики. Третий вопрос. Когда началось становление педагогической науки в Казахстане? Какие годы и когда, в какое время? Четвертый вопрос. Назовите имена ученых, просветителей, внесших вклад в развитие педагогической мысли в Казахстане. И пятый вопрос. Определите основные тенденции развития современной педагогики в Казахстане. Пятый вопрос. Продолжение следует...